Дневной разворот И Ольга Крупина, заведующая отделом научной и выставочной деятельности Вятского художественного музея, куратор выставки «Город и горожане». Ольга Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сразу же орг-моменты расставлюсь все точки над «и». Экскурсий будет две. Или больше? По количеству, которые есть? Да, да, экскурсий. Но у нас перспективы, мы, конечно, хотим и больше проводить. Ну, пока проанонсированы вот две передо мной. Пока мы анонсируем, да. Давайте сразу обозначим даты 30 сентября и 7 октября. 7 октября, совершенно верно. Возрастное ограничение? Без возрастных ограничений. Абсолютно все желающие смогут поучаствовать. В 11 часов начало, продолжительность экскурсии 2,5 часа. 2,5, да, часа. Ну, и теперь к наполнению, что это такое будет, да, Наталья Валерьевна? Да, экскурсия у нас получилась очень интересной, потому что к ее разработке были привлечены несколько институций культурных. И это очень здорово, когда мы находим возможность сотрудничать с нашими коллегами. Это и центр туризма нашей Кировской области. Да, Кировской области. Это музей дымковской игрушки и мастерские дымковской игрушки, которые находятся на улице Свободы, 67. Ну и, соответственно, это Вятский художественный музей, который обладает, наверное, самой значительной коллекцией дымковской игрушки в нашей стране. Вот, и в преддверии юбилейного года нам хотелось порадовать наших жителей, подарить такой вот подарок, возможность посмотреть город через дымку. То есть показать те моменты исторические, культурные, архитектурные моменты, которые связаны с дымковской игрушкой так или иначе. Поэтому у нас экскурсия состоит из нескольких частей. Первая часть у нас такая историческая, культурно-историческая. Мы начинаем с Александровского сада, с Ротонды, с Раздерихинского оврага, мост, панорама на Дымково. То есть вот те исторически важные моменты в нашем городе, которые, ну, наверное, без дымки воспринимать нельзя. Потому что, ну, дымковская слобода, это, по-моему, понятно. Раздерихинский овраг тоже связан с определенными событиями, праздником. Бывшая соборная площадь, сейчас стадион Динамова, ярмарочные традиции, где дымка и продавалась. И была представлена... Ну, то есть вы начинаете с исторических именно моментов, да, с истоков. А потом мы тихонечко движемся по улице Спаской, мимо наших замечательных скульптурных групп. Встреча, например, да, на пешеходной части улицы Спаской. Поднимаемся кверху к улице Свободы, и там уже мы попадаем в пространство, где работают мастерицы современные, мастерицы дымковской игрушки. Знакомимся с историей этих домов, которые расположены на улице Свободы, потому что там тоже есть нюансы. Знакомимся с церковью Царево-Константиновской, которая находится напротив, потому что она связана с именами значимых людей Алексея Диншина и Анны Ванасьевны Мезриной. Вот, заходим внутрь, знакомимся с процессом создания дымковской игрушки, потому что там встречает мастерица, которая проводит такой показательный мастер-класс. То есть она при гостях показывает какие-то этапы создания дымковской игрушки. Вот, и дальше мы движемся, опять же, мимо скульптурной группы. Там у нас дымковские сидящие. Как они, да? Ну, там парочка дымковских кукол и театр кукол, которая там замечательная фотозона тоже. Мы движемся в сторону нашего любимого Вятского художественного музея, и завершается экскурсия разговором на экспозиции дымковской игрушки в нашем музее. Но это-то вкратце. Нет, так все насыщенно, я удивляюсь, можно ли это все успеть за два с половиной часа. Опыт показывает, что можно. У нас уже были проведены такие экскурсии в летний месяц, в июний месяц. У нас замечательный экскурсовод Марисанна Шишкина, которая любит дымку, знает дымку, и с таким вдохновением всегда рассказывает. И не было ни одного отрицательного какого-то отзыва. Наоборот, она влюбляет людей в дымку и открывает какие-то, ну, интересные моменты из ее истории. Как вообще велась разработка маршрута? Были ли все места на поверхности с самого начала? Ну, в принципе, мы люди очень эрудированные в этом вопросе, любящие дымковскую игрушку. И, конечно, места знакомые. И мы просто хотели... Вы сразу же единогласно понимали, что нужно делать. Мы уточняли какие-то факты, уточняли исторические моменты, датировку, от чего-то отказывались, например, потому что понимали, что это очень долго. Да, нужно было выбрать оптимальный маршрут. Конечно, можно было еще добавить точки, да, но наиболее значимые для истории промысла именно в городском пространстве нам хотелось именно для этой экскурсии, чтобы уже придя в музей, люди были подготовлены атмосферой города, атмосферой мастерских, и уже погружались, собственно, в саму игрушку в пространстве музея. А от чего, если не секрет, пришлось отказаться, раз уж мы во время экскурсии эти места не узнаем, не увидим? Нет, мы туда, например, мы туда, конечно же, зайдем, например, в музей дымковской игрушки, но там не предполагается экскурсии по экспозиции. Ну, то есть просто созерцание того, что там есть. Да, мы находимся в прекрасном там зале, там значимая очень роспись находится, выполненная Виктором Георгиевичем Харлом, но какой-то подробной истории, да, мы там не ставили себе цель, мы хотели показать именно практическую такую часть там, ну, раз уж мастерские, соответственно, надо тут вот все это показывать. Вот, а в Дымково мы, конечно, в само Дымково мы не едем, это, ну, далековато, и время, я думаю, что очень красивый вид, который открывается на Дымково с нашего берега Высокого, компенсирует этот момент, и я думаю, что мы от этого тоже отказались. Ну, про саму Слободу будет же, да, какой-то рассказ в любом случае? Конечно, а как без нее? С нее же все начиналось, конечно, все там будет рассказано. Были ли все равно, возможно, какие-то вещи, которые для себя Вы открыли во время подготовки вот этой экскурсии, этого маршрута? Ну, я... Или, может быть, заново взглянули на какие-то уже известные моменты, да? Я для себя, ну, как бы так, актуализировала историю дома под названием Кошкин дом, который бытовал такое название, то есть я там как-то давно очень об этом слышала, но не знала нюансов подробностей, я вот для себя это открыла. Это связано с моментом обучения мастериц там в 60-е годы. Да, во второй половине 50-х, в начале 60-х, то есть когда мастериц Дымковской игрушки взял под свое крыло наш кировский тогда союз художников. И появляются помимо мастерицы из Дымкова еще и молодые поколения так называемых мастериц со стороны. И вот их под опекой старшего поколения опытных мастериц из династии потомственных еще и обучали художники. И инициатором всего этого был известный кировский скульптор Михаил Михайлович Кошкин, который был автором, вернее, инициатором строительства Дома художника на Свободы 65. И вот первоначально именно в его скульптурной мастерской молодые мастерицы и постигали азы создания Дымковской игрушки. Не будучи уроженками Свободы Дымкова. Да, вообще. Что, в общем-то, на тот момент было, ну... Да, это, конечно, оно было. А вообще остались в Кирове мастерицы, представительницы именно династических каких-то фамилий? Или это уже все молодежь взращенная, взросшенная когда-то? Уже новые династии возникли. И вот, к сожалению, и из Мезриных, и из Кошкиных, и из Пенкиных династии пресеклись. Вот, дольше всех развивалась династия Пенкиных. Ну, вот и Римма Эдуардовна, она вот ушла не так давно из жизни. И вот у нее были сыновья, дочерей не было, поэтому вот и ее династия Пенкиных тоже, к сожалению, прервалась. Но вот из тех мастериц, которые пришли в промысел во второй половине 50-х, в начале 60-х, тоже возникли новые династии, которые сейчас продолжают работать в промысле. Ну, считайте, это уже 70-80 лет. Да, конечно, конечно. Да, история, да, создание дымковской игрушки. А насколько вообще активно сейчас молодежь присоединяется? Ну, это, наверное, лучше расскажет Надежда Николаевна Менчикова, которая... Патронирует как раз нашу замечательную... Ну, надо отдать должное Надежде Николаевне, потому что она действительно в очень сложные какие-то времена сумела выстроить вот такую систему обучения желающих. И это есть сейчас, и они обучаются, кто-то приходит, остается, кто-то попробовал. Ну, есть такие моменты и уходят, но сейчас... Остались новый конкурс сейчас как раз по приему мастериц, они даже грантовые играли. Да, да. Он сразу отличает все, это контрафакт, как принято говорить сейчас. Вы знаете, во многих промыслах там, да, известных, случилась такая когда-то ситуация, когда стали потихонечку отходить в сторону такой понятия, как художественные советы. Вот в нашем промысле, вот Надежда Николаевна, она сохраняет эту действительно очень важную традицию вот этого художественного совета, когда специалисты, когда старое поколение дымковчанок отсматривают новую игрушку и принимают решение о ее качестве. Это очень здорово. Именно такая игрушка уже выходит как бы за пределы мастерских в магазины промысла в нашем городе и на другие музейные площадки в других городах страны. В том числе и в музейные магазины, где продается дымковская игрушка, там в Москве, в Сербурге. То есть стопроцентно традиция сохраняется, никаких отступлений от традиционного промысла нет. С кем именно на Сауду-67 кто будет из мастериц встречать? Это они каждый раз там накануне, как правило. Да, они сами определяют это, да. Но это, как правило, такое старшее поколение бывает, потому что и рассказать могли, и показать могли, соединить все это вместе, да. То есть пока мы не знаем. Там опытные мастерицы, которые проводят мастер-классы на площадках промысла, и мы их к себе в музей приглашаем. И вот опыт у них есть работает. Ну главное такую мастерицу подобрать, чтобы она была рада гостям. Ну конечно, они именно такие, у них почти всегда двери открыты. Я помню, да, она рассказывала о том, что там разные по характеру есть. Ну да, конечно, естественно. Кому-то хочется работать в одиночестве, да, там слушать музыку в наушниках, и чтобы, предпочитает она, чтобы ее никто не отвлекал, а кто-то вот из них абсолютно радушно принимает гостей, пожалуйста, смотрите, подходите. Но в данном случае это вариант именно, когда мастер выходит как бы вот к экскурсантам и показывает все. То есть она занимается только вот гостями, которые пришли на мастер-класс. Показывает и рассказывает. Простите, я не могу, я теперь все сижу про контрафакт, думаю. Простите мне мою дремучесть, а у нас мы вообще, когда говорим о дымке, мы подразумеваем в первую очередь роспись или саму фигурку тоже. То есть если я, например, придумаю свою форму какую-то, то есть это не барня, не конь. Но если вы это не назовете дымковской игрушкой, делайте авторские какие-то вещи. Нет, а если вот из тех людей, например, да, кто попробовал себя в дымке, но потом ушел, ну то есть навык же остался. И вот если этот человек начнет в обход основных мастерских что-то делать, это будет считаться дымковской игрушкой или нет? Как вообще это? Ну у нас в городе есть мастерицы, которые работают самостоятельно, но тут уже о качестве разговора, в соответствии традициям, о художественном уровне этих произведений тут уже решать только покупателю, да, зрителю. Да, чаще всего именно особенно много вот именно такой непохожей на дымку, а выдаваемой за дымковскую игрушку, игрушки в других городах нашей страны, где вот по книгам человек работал с глиной, имеет художественное образование, и вот он решил заниматься дымковской игрушкой. Взял книги, посмотрел еще где-то и начинает делать. И это, конечно же, мы такое увидев, сразу понимаем, что это никакая не дымковская игрушка, не форма, не приемы лепки, не росписи, иногда и вообще сами сюжеты. То есть это все абсолютно к дымковской игрушке не имеет никакого отношения. Я вспомнил, да, Надежда Николаевна, упоминала об одном из таких моментов, когда из другого города присылают фотографии и спрашивают, это дымка, а она, нет, это не дымка. Да, и другие мастерицы тоже с этим сталкиваются, когда их просят посмотреть, например, они приезжают на какую-то ярмарку, на конкурс, да, и приходят любители, коллекционеры, и говорят, вот посмотрите, пожалуйста, я собираю давно дымковскую игрушку. Вот, и человек смотрит и говорит, да, вот это у вас дымковская игрушка, а вот это у вас не дымковская игрушка. Как? Неужели? Вы так вот сразу определили? А мастерица говорит, ну я 40 лет занимаюсь дымковской игрушкой, я точно вам могу сказать. С другой стороны, смотрите, это же популярность промысла, с одной стороны, если где-то что-то даже поделывают. Вам, как организаторам, как авторам этого проекта, что бы хотелось, кого бы хотелось видеть на этих экскурсиях? Ну, я... Семьи, семьи, молодёжь, люди взрослые. Мне кажется, что, ну, это экскурсия, которая для разной совершенно аудитории. Я такой прям сторонник именно семейных каких-то вещей, да, то есть потому что, ну, семья, это же и традиции сохранения отношений, и сюжетик дымковской игрушки, она подразумевает семейный такой аспект. Вот, там и детки есть, и взрослые, и бароньки, и чаепитие, и какие-то такие сюжетные вещи. Я думаю, что вот в моём сознании дымка, она такая очень семейная история. Если молодёжь придёт, ну, это тоже очень здорово, потому что её декоративность, её цвет, он может быть интересен и молодёжи. Я могу сказать, что детки, там, дошкольного возраста, например, я могу, позволю себе, там, личный пример, моя внучка, она очень любит в нашей экспозиции дымковскую игрушку, потому что она яркая, вот, и она очень любит сама лепить, да, и вот ей это всё очень интересно. Дымка и бежит, да, к этому. Нет, серьёзно, она... Да-да-да, это, конечно, Наталья Валерьевна абсолютно права. Дети непосредственно реагируют на игрушку. Так ведь в этом, наверное, и заключается одно из зёрен, да? Может, мастеров-то начать делать с того возраста, когда они дымка... Так ведь в зерену-то так, наверное, и происходило ведь, да? Ну, в семи сетях. Да, конечно, конечно. Девочек уже, там, с четырёх, с пяти лет им давали глину в руки, и они начинали этот кусочек глины у себя в руках мячить. Ну, вообще, это очень интересно попробовать самим её и слепить. Проводятся же такие мастер-классы. Да, да. Они тоже там лепятся, сушатся, обжигаются, потом можно расписать. В своё время студенты мои приходили на такие мастер-классы. Вы знаете, что удивительно? Что каждая... Они вроде все птичку делают какую-то, но каждая птичка, она похожа на того, кто его, кто её лепит. Она пара-портретов. Вот, слушайте, прямо вот очень похожа. Внешне прям или... Внешне похожа. Или характер какой-то. Там и характер, да, вот он суетливый, он какой-то неусидчивый, и вот птичка вся какая-то... И птичка угловатая какая-то, да, на шарнирах. Вот он худой, вытянутый, и вот он шею тянет там куда-то там или она. Вот, поэтому кто-то любит заглаживать, там вот она такая аккуратистка-перфекционистка, и будет всё вылезать. Это настолько интересно, это вот наблюдать очень замечательно. Если дети имеют возможность прикоснуться руками вот буквально к этому делу, это очень здорово. У меня такая мысль родилась в какой-то, не знаю, направлении в психологии. Развивать, да, психология дымки. Ну-ка слепите, слепите мне, пожалуйста. Так мы сейчас проанализируем, что у вас получилось, какие у вас там проблемы. На самом деле экскурсии пользовались всё лето, пока мы их проводили большим спросом у жителей и гостей. Мы открываем регистрацию на эти экскурсии, и буквально она закрывается в течение там одного-двух часов. А сколько обычно вообще людей? От 15 до 20 человек, чтобы было комфортно. А, то есть это, извините, не толпа? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. То есть всё-таки, чтобы экскурсантам было комфортно и смотреть, и слушать, и участвовать в процессе. И мы завершаем же в музее экспозиции дымковской игрушки. И там тоже нужно, чтобы всем было всё хорошо видно. И на мастер-классе тоже, чтобы мастерица могла показывать так, чтобы все это видели, могли с этим соприкоснуться непосредственно. То, конечно же, ограничение по количеству человек в группе существует. И вот поскольку пришлось вот в течение лета завершать вот эти экскурсии, да, уже в постоянной экспозиции музея, принимая от Марии группу, которую она приводит, с которой она прошлась по городу, по этому нашему дымковскому маршруту, то, да, группы очень разные. То есть люди абсолютно разного возраста. Друзья, подруги, молодёжь, семейный посетитель, начиная от самых юных. С каким настроением? Папы даже с детьми были там. С каким настроением они вообще приходят? Какими впечатлениями? И меняются ли их лица, да? На протяжении экскурсии? Я не знаю, что подразумеваете под изменениями лиц. Светлеют как-то. Просто пришёл за компанию, да, достаточно скептически был настроен, вот и проникся. Нет, Мария Александровна действительно настолько включает всех пришедших в эту экскурсию, и действительно какая-то радость, благодарность, улыбки, да, то есть вот свет какой-то действительно есть, и вот эта радость, которую дымка сама по себе несёт, да, и она находит отражение в наших посетителях. Это очень здорово. А есть вот в ходе экскурсии точки, которые вот традиционно прям вот, ну, самый большой отклик вызывают у людей? И становится трудно людей дальше провести по маршруту, да? Всех очень хотят посмотреть поподробнее мастер-класс, всегда это очень любопытно. Вместе производство. Конечно, конечно. Вот. Ну и вот эта историческая часть тоже, она всегда очень востребована. Мы, кстати, вот когда ведём по Спасской, ведь там же Маш тоже не молчит, когда ведёт экскурсию, и мы думали, чем наполнить этот маршрут. Вот от одной скульптуры, получается, встречи до другой, там, семья и музей. Спасская улица, она богата тоже на очень интересные истории, связанные с домами, с жителями. Помимо дымки, да? И раз в дымке у нас есть горожане, барыни, гуляющие по городу, детки, то мы вот эти образы горожан, ну, включаем туда. Они там не буквально связаны с дымкой, но они являются своеобразным таким прототипом для дымковской ручки. Какие-то сюжеты, которые рождались из взгляда на город, снова как бы уже через дымку мы на город стараемся посмотреть в ходе экскурсии. Ну, и, конечно, экскурсия во многом эксклюзивная, потому что вот так вот открыть книгу какую-то по проявидению и прочитать все места, которые связаны с дымкой, мы такой на сегодняшний день книги не найдём. А этот маршрут, он как раз с наиболее знаковыми местами в одной экскурсии. Он позволяет на карте города, на географии города всё это почувствовать, почувствовать, увидеть своими глазами, пройти, да, вот, и услышать про это. А нет, кстати, желания визуализировать в бумаге, да, эту экскурсию, то есть сделать такой некий, не знаю, туристический проспект, да, что-то плянцевое, красивое. У нас есть небольшой буклетик, где мы как раз этот маршрут указываем, показываем. Вот, но, вы знаете, опыт показывает, что всё-таки люди любят слушать и видеть. Это вот очень такое, ну, мы можем там и в интернете всё это вроде как найти, там дать им маршрут. Этот продукт на бумагу не перенести. Нет, ну, экскурсия – это такая форма особая, да, когда ты и идёшь, и слушаешь, и видишь. Видишь, и где-то ещё, да, какие-то моменты, что-то, как бы, поделаешь. Поэтому очень много органов чувств задействовано. То есть можно, конечно, задаться потом этой целью, найти всю эту ещё информацию в литературе, естественно. Но вот так вот цельный образ, конечно же, это… То есть это люди, которые промыслом занимались, люди, которые игрушку создавали, вот через всё это, да, кто развивали дымковскую игрушку, и сейчас развивают. Есть ли сейчас смысл говорить про регистрацию? Она ведь ещё не была или была уже на ближайшей? Там на ближайшей была уже регистрация. Да-да-да, на страницах музея нужно смотреть. Тогда 7 октября. Она ещё будет регистрация. Будет регистрация, да, то есть надо вот поймать этот момент. В начале следующей недели. Да, да. То есть мы проведём одну потом, чтобы не было путаницы вот среди регистрированных людей. Да, ну, в начале каждой недели, как бы, вот была открыта… Ну, как зачастую бывает на экскурсиях, если кто-то вот, ну, очень хочет присоединиться к экскурсионной группе, вы позволите это сделать? Вы знаете, давайте так… У нас чуть меньше минуты остаётся, да. Что касается музеев, наверное, мы такую возможность не сможем предоставить. Не будем давать эту надежду. Да, не будем давать эту надежду. Ну, по улице ведь экскурсовод идёт, она рассказывает, её слышно, и люди когда-то там присоединяются, слушают. Мы не гоняем их там с палкой ни в коем случае. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ